Ну, сначала, как это не печально, к сожалению, о новых приметах... Ну, я влез в эфир! Вестей в субботу! Почему вестей в субботу? Потому что я занят в воскресенье, буду заниматься региональной политикой и даже уеду в село, где живут мои родственники. Поэтому приходится вещать в субботу. Итак, по традиции программы Сергея Брилева, сначала новости, которые приходят только что, на момент записи программы, в пятницу. В Совете Федерации ответили на заявления МИД Турции об аннексии Крыма. Ну что ж, турки хотят, пока Россия ссорится с Украиной, втихаря забрать к себе Крым. А для этого им, конечно, нужна буча в Бахчисарае. И для этого они должны, с одной стороны, дружить с Россией, но, с другой стороны, заявлять о том, что Россия аннексировала Крым. Значит, Овечкин я вижу внизу на Яндекс.Новостей. Овечкин стал самым ценным игроком Кубка Стэнли. Поздравляю Александра Овечкина с заслуженной победой в НХЛ. Он 20 лет к этому шел. И вот, наконец-таки, добился. Еще бы через 4 года золотую Олимпийскую медаль. И было бы вообще неплохо. Правительство Овечкин определилось с проектом пенсионной реформы. Да, дорогие мои выпускники ЕГЭ, те, кто сейчас думает, куда же поступать. Поступайте лучше в западные факультеты. Почему? Потому что в России у вас, скорее всего, не будет пенсии. Даже если вы будете уникумом, ну, и вундеркиндом, ну, или просто вот гением, то у вас пенсии здесь все равно не будет. Так что лучше подумать, конечно, о том, куда поступить заранее. Я, к сожалению, об этом не думал, поэтому и поплатился за это. Потому что я не оканчивал ВУЗ, а всего лишь на все ПТУ. Но это не мешает мне, как видите, заниматься политикой и геополитикой. Итак, начнем темы-темы недели. Значит, значит, так. Пересвитском заливе задумали воевать из-за С-400. Гости из Испании в Крыму возмутили Наталью Поклонскую, любовницу царя Николая Второго. Неофициально. Владимир Путин провел увольнение в СКР и МЧС. Расскажу подробности логики данного решения. Эксперт в споре с «Газпромом» Киев пытается убить двух зайцев. А Россия пытается на этом нажиться. Расскажу про то, как «Газпром» на этой неделе потерял свои счета и активы в Европе. Сенатом не исключило уголовное дело за слова Ефремова про «Крымский мост». Еще одного заслуженного артиста России хотят упечь в каталажку. Причем всерьез и надолго. Вслед за Серебренниковым, Сенцовым. Правда, они были режиссеры, но неважно. Тенденция репрессивной машины на лицо. Донбасс никто не оставит без поддержки. Прилепин прокомментировал ответ Путина. Ну, что тут комментировать? Все мы знаем, что на прямой линии Путин фактически угрожал Украине из-за чемпионата мира по футболу в России. И подвожу в целом итоги, собственно говоря, этой самой прямой линии с Владимиром Путиным 2018. Ну, обо всем, естественно, по порядку. В Персидском заливе задумали воевать из-за наших С-400. Власти Саудовской Аравии пригрозили Катару применением силы в том случае, если они приобретут наши зенитные ракетные системы С-400. Саудиты даже попросили президента Франции Макрона оказать давление на Катар. Чтобы воспрепятствовать сделке. Если Катар купит С-400, Саудиты готовы уничтожить данные системы на территории соседнего государства. Но, кстати, что интересно, что Саудовская Аравия тоже планирует купить С-400. И даже она уже подписала контракт на поставку данной ракетной системы с Москвой. Вообще, как вам две страны с немалой экономикой Ближнего Востока ссорятся из-за ракетных систем, которые не сработали против США, когда Трамп вздумал стрелять по Сирии? Это, конечно, характеризует данный регион Ближний Восток не с лучшей стороны. Забавно и то, что эти две страны финансировали теракты и бандитов на нашей территории через свои фонды. А мы им продаем оружие. Это вот как если бы АСАД, то есть Минобороны Сирии, совершенно официально продавали бы ИГИЛ свое оружие. Чтобы потом из проданного оружия ИГИЛовцы могли мочить сирийцев. Но Кремлю пуфик, лишь бы текло бабло. А от кого, не важно. Не важно, какой бэкграунд у страны, которая покупает наше оружие. Главное, чтобы покупало наше оружие и все. А то, что потом купленные С-400 саудитами могут быть переброшены в сирийскую, так называемую, свободную армию для борьбы с российскими же ВКС, насрать на это всем в Кремле. Вообще, то, что сейчас происходит в Сирии и на Ближнем Востоке, давно уже вышло даже за рамки региональной войны. А это все началось с того, что кровавый диктатор Башар Асад расстреливал из танков свой народ. И, казалось бы, его надо за это наказать. Как Каддафи или Хусейна. Но время шло, конфликт разгорался и разгорался, а мировое сообщество, по большому счету, ни хрена ничего не делало. И в итоге на Ближнем Востоке пришла русня. И внутренний сирийский конфликт перерос в полномасштабную войну всего Ближнего Восточного региона. Теперь идет война не только в Сирии, но и в Йемене. А Иран из-за пересмотра ядерной сделки Вашингтоном может на вполне законных основаниях разрабатывать ядерное оружие. Видно, разработчики игры Call of Duty 4 Modern Warfare 1 что-то знали о будущем, когда в игру включили сцену с взрывом на Ближнем Востоке атомной бомбы. Если в конфликт такого размаха вмешивается Россия, а Вашингтон готов пересматривать свои же достигнутые ранее договоренности, причем не только с врагами, но и с союзниками, то все этим, то есть ядерным взрывом, в конечном счете, может и закончиться на Ближнем Востоке рано или поздно. Исполняя таким образом древнее пророчество из Корана, что в Сирии будет последняя война всего человечества. Как вам нравится, а? Единственное, кого мне жалко на Ближнем Востоке, так это курдов. Приличный народ, лидеры которого были обучены в Советском Союзе на совесть, и они не имеют своего государства. А вот всякие мрази типа Катара и Бахрейна, которые оплачивали пули в телах наших военных, погибших в Чечне, они имеют свое государство. Такая вот справедливость. А вот кто выигрывает сейчас на Ближнем Востоке, так это Эммануэль Макрон, да. Своими посредническими услугами между Трампом и Путиным, между Саудитами и Катаром, между Ираном и Израилем. Он, Макрон, современный Наполеон. Наполеон, в хорошем понимании это слово, не как пришедший русню завоевать в 1812 году, а как человек, который написал первую конституцию, первый свод законов, как человек, который завоевал всю Европу. Но не как узурпатор, а как гениальный человек, что не добавляет, кстати говоря, мира на Ближнем Востоке и не убавляет желания Путина участвовать и выигрывать свои пиар-войны. Что такое пиар-войны? Это когда ты пропагандируешь свое участие в боевых действиях, но дуешь их до уровня Третьей мировой войны, хотя на самом деле либо участие в конфликте маленькое, либо, так скажем, превосходство очевидное. Ну, например, почему наши в Сирии воюют? Потому что нет комплексов Патриот пока у сирийской оппозиции. А вот если бы были, например, комплексы Патриот, аналог наших С-400, ну, Путин бы еще в 150 раз подумал бы о том, воевать и не воевать в Сирии. Одно дело, конечно, стингеры, другое дело ракетные комплексы наподобие С-400 у оппозиции к Ассаду. Воскресенье. Княгиня Романова разозлила Поклонскую. Вот она. Ух! 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 Поклонская. Депутат Госдумы Наталья Поклонская возмутилась поездкой княгини Марии Владимировны Романовой, назвав ее какой-то гастролершей из Испании. По его словам в Фейсбуке, княгиня рекламировала мусс и не более того. Поклонская отметила, что надо поглубже заглянуть в историю и понять, что пока любовник Поклонской, царь Николай II, находился под арестом, его двоюродный брат Кирилл Владимирович присягал на верность революции. Я не знаю, кому там присягал Кирилл Владимирович Романов, но я знаю одно, что практически все дворцы Крыма были построены императорской семьей, и они не хотели добровольно покидать свою родину, Россию. Их, Романовых, это вынудила судьба и большевики, а иначе князь-княгиней пошли бы по стопам Николая и были бы расстреляны не в 1918 году, так и в 1937 году. Это реально очень красивая история. Произошла, когда родственники убитого, свергнутого и растопченного царя большевиками возвращаются к себе на родину, в Крым, который строили их предки и по новому мосту, построенному новым царем России Владимиром Владимировичем Путином, который 6 мая взошел на царствование. Ну, собственно говоря, он и раньше правил России, но до этого считалось, что он как бы вроде президент, как бы можно буркнуть, вякнуть, и он, может быть, услышит. Но нет. Всем после инаугурации стало очевидно, что Путин царь. Но вернемся к Поклонской. Значит, то есть красивая история получилась, когда предки царя, сейчас я говорю, вернулись на родину и проехались по новому мосту. Я сейчас не буду говорить, Николай II был плохой царь, он был неплохой царь, но княгиня и князь – это часть нашей истории. И в этом плане они свои люди, в отличие от Натальи Поклонской. Потому что никто, потому что если предков Романовых заставляли уехать насильственно из страны, а иначе им сытил бы расстрел, то Поклонскую никто не заставлял предавать Украину и свою родину Луганскую область, где на тот момент еще не шли боевые действия. И никто не заставлял ее уехать в Крым и там выступать против своей, ну скажем так, исторической родины. Ну и, кстати говоря, в Луганской области на тот момент, когда Поклонская уехала в Крым, еще не шли боевые действия. Они начались сразу после того, как Поклонская именно погибла свою родную область. И в этом плане гастролерша из Испании нам, русским людям, намного ближе, чем депутат Поклонская. Несмотря на то, что кто-то коммунист или, как я, либерал в России. То есть княгиня и князь нам ближе по духу, по виражам истории, чем Наталья Поклонская. Для нас царская семья, как я уже говорил, это часть нашей истории. И княгиня, и князь, хоть и живут в Испании, но это русские люди. А Поклонская украинка, которая предала свою родину, свою страну и перешла на сторону врага и агрессора. Но есть и другой аспект ее поста в Фейсбуке. Это последний ее абзац. Вот что она пишет. До каких пор будем выставлять себя на всеобщее посмещище? Сколько можно дурить людей различного рода монархами? Делает ли нам честь оказание почести комовое жором с непонятными целями? Удивительно, казалось бы, Поклонская такими вопросами делает укол родственникам царской семьи. Но если вот эту суть про царскую семью из ее поста выкинуть, а вопросы оставить, заменить княгиню и князя в этом послании на чиновников, которые принимают в России самые наиважные решения от царя до Нанатольевича, от Нанатольевича до государственной дуры и так далее. И вот эти вот вопросы, которые Поклонская адресует нам по отношению к царской семье, они уже будут не по отношению к царской семье, они уже будут по отношению к нашей власти и к развитию гражданского общества. То есть, еще раз, вопросы Поклонской, но теперь они немножко прозвучат по-другому. До каких пор мы будем уставлять себя на всеобщее посмечущее? И сразу перед глазами всплывают ряженые в кавычках казаки, которые бьют прохожих в Москве. Заявление в ПАСЭ посла России о том, что жители ЛДНР сами у себя выкапывают в шахтах артиллерийские системы и установки залпового огня, в том числе буки с градами. Сколько можно дурить людей монархами, пишет Поклонская в своем в Фейсбуке различного рода. Действительно, сколько можно дурить людей монархиями, типа Путинской монархии, типа Лукашенковской монархии, она еще древнее, чем Путинская, Назарбаевской монархии, та еще лучше вообще там, еще советских времен, и прочими диктаторами стран СНГ. Делает ли нам честь оказание почести различным комовоежорам, ну, то есть торговцам, то есть агентам торговой фирмы, а в России еще и по совместительству агентами спецслужб, различными миллерами, сеченцами, Рутенбергами и Ковальчуками. Нет, чести это нам точно не делает. Ух, уж, я не знаю, специально так Поклонская завалировала свой пост или нет, но убери царскую семью из ее поста и оставь только эти вопросы, и сразу получай совершенно другой смысл ее поста, более острый, чем может показаться на первый взгляд. Недаром она на инвагурации президента стояла одна, она своя среди врагов и чужая среди друзей. Значит, Владимир Путин провел увольнение в Следственном комитете России и МЧС. Итак, не справились со своей работой руководитель управления кадров Следственного комитета России Виктор Долженко и начальник управления МЧС по Кемеровской области Владимир Степанов. Ну и что спросите вы, это обычные кадровые перестановки Кремля? И да, и в то же время нет. Про Владимира Степанова понятно, что после трагедии в Кемерово, когда погибли 48 детей, надо было кого-то наказать спустя, внимание, полгода после трагедии. Но не наказывать же Тулеева, правильно? Причем, если раньше помните, халатность каралась не только снятием с должности и срывом погон, но и самим уголовным делом. Есть даже такая статья. Но вот погибли ни в чем не повинные люди. Они погибли ровно потому, что спасатели МЧС, начальство МЧС запретило входить в крыло здания, где располагался кинотеатр с детьми, которых их заперли ровно для того, чтобы спасатели смогли их побыстрее найти. Вот такая получилась ирония судьбы. Они в итоге задохнулись угарным газом. Но вот только начальство Кемеровского МЧС не хотело об этом ничего знать. То есть о том, что дети заперты в кинотеатрах. И в итоге запретило спасателям, тем, кто работает непосредственно в поле, то есть эвакуирует людей, тушит пожар, запретило входить в крыло здания, где погибли дети. Это, ребята, уже статья как действие, повлекшее смерть от 10 человек и более. И вместо того, чтобы разобраться в том, что произошло в Кемерово и вынести эти выводы на суд общественности, чтобы мы, как граждане, не понимали, почему, к примеру, ввели бы штраф на отутствие пожарного шланга в доме или курение сигарет в квартире. Кремлевская власть в преддверии чемпионата мира делает все, чтобы замолчать трагедию, увольняет по-тихому главного спасателя Кемеровской области и даже не арестовывает за халатность. Ровно потому, что Владимир Степанов классово свой, приближенный к Путину человек. Однако, самое интересное, это второе увольнение хотя бы тем, что в других СМИ, например, в ТАССе, в Рио-Новостях, в агентстве новостях, да и не только, про первое увольнение вы хоть и могли найти какую-нибудь информацию, то про второе я нашел лишь в Коммерсанте. Дело в том, что Виктор Долженко, именно его ведомство одобряло назначение на должности тех людей, которые потом, вот как совпадение, оказались коррупционерами, да и просто подонками. Кстати, технически это даже не увольнение, а просто отправка Виктора Долженко на заслуженный отпуск, то есть на пенсию. Если взять за основу мою теорию о работе следователей в России, что следователи ФСБ дрючат Следственный комитет, а Следственный комитет дрючат МВД, то получается в следствии отставки начальника отдела по кадрам СКР, он не мог не знать начальника по хозяйственной деятельности МВД Захаченко. Он же его в кавычках и проверял. Ну то есть, понятно, то есть Следственный комитет проверяет МВД, ФСБ проверяет Следственный комитет, и Виктор Долженко не мог не проверять действия Захаченко, того самого полковника МВД. Вот вам и ответ, куда делись деньги полковника Захаченко. Ответ на достойную пенсию Генерала Следственного комитета России. Ух, нелегки будни российского коррупционера Виктора Долженко. По то найдут всякие Навальные его недвижимы за рубежом, то ФСБшники подсунут прослушку в самовар. А вообще аж пять руководителей Следственного комитета оказались за два года за решеткой. И их все наносил на свой пост. Кто правильно Виктор Долженко. Я считаю уже пора передавать Следственный комитет России под крыло ФСБ. Чтобы вот такого бардака как с деньгами Захаченко не было. И самовары пришлось бы использовать исключительно для чая, а не для прослушки коррупционеров. В России именно что занимаются коррупцией, а не борются с ней. Так, сейчас все нормально записью. Идем дальше. Газпром. Газпром у меня на очереди. Итак, эксперт, а как говорят на Украине путинский хлы. В споре с Газпромом, ну это эксперт так говорит, в споре с Газпромом Киев пытался убить двух зайцев на корм для бандеровцев. Какой-то там свидетель фейкового величества России Николай Хрен Вам Ков выразил мнение о том, что Украина постарается содрать деньги с России. Витя, а как поднять бабла? Содрать с Газпрома денег на три топора затрудняет таким образом ввод в эксплуатацию Северного потока-2. Эта история длится не первый месяц, но именно сегодня были заморожены активы Газпрома в Нидерландах. Оказывается, из-за этих активов финансируется строительство турецкого потока. Активы для Украины это очень хорошее поспорье, но они не снимают проблему того, что Украина зависит от российского газа. После того, как было доказано, что именно Россия сбила малазийский Боинг в небе над Донбассом, понятно, что вслед за докладом объединенной следственной группы по Боингу пойдут аресты российских госкомпаний в Европе. И, конечно, первой страной, которая начала арест, стала Голландия, граждане которой погибли летом 2014 года в том самом злопоучном Боинге, наряду, конечно, с гражданами Малайзии. Удивительное решение Евросоюза, мол, и северный поток тут нужен, и давайте-ка украинцев обеспечен русским и российским газом. Что надо было бы делать? Ответ очень прост. Выделять деньги Азербайджану и Турции на строительство альтернативного газопровода. Он, де-факто, уже вроде как построен, и его вот-вот хотят ввести в эксплуатацию, но по мощности он пока уступает российскому газопроводу. Ну и проложить, конечно же, ветки, ветку этого газопровода азербайджанского в Украину. Представляете, два потока в Черном море. Один из Азербайджана в Турцию в Украину, другой из России в Турцию, ну и дальше может быть в Болгарию, может быть и нет. Вот это бы взбесило Кремль и позволило таки обеспечить энергонезависимость и энергобезопасность Украины от Кремля. Но об этом не хотят никто думать в Европе. Кремль бы переругался со своим союзником Алиевым, ну, президентом Азербайджана из-за этого самого газопровода. Может быть даже устроил с ним войну, как в Грузии. Но это бы позволило отвлечь внимание Кремля от Украины. А пока Кремль бы срался из-за газовой трубы с Азербайджаном, можно было бы чего греха таить, построить газопровод из США. Вы скажете, как так, газопровод в океане? А я вам отвечу. Но ведь протянули телефонную линию, телефонный кабель между Кремлем и Вашингтоном в 20-м веке. Кабель по дну Атлантики тянули от Вашингтона до Лондона, потом до Копенгагена, затем до Сталькольма, до Хельсинга, ну и, наконец, до Москвы. И это при тех технологиях 20-го века. Теперь же, конечно же, технологии шагнули вперед. Ну, не уверен, что конкретно по дну Атлантики можно построить газопровод, но, например, можно как-то все-таки озаботиться не только транспортировкой СПГ из США в Европу, но и, например, на крупных габаритных самолетах, вертолетах. Небольшой эксперт в этом деле, но, наконец-таки, проложить газопровод, чтобы он был не по дну Атлантики, а чтобы как бы был по поверхности моря, или чуть выше, или, наконец-таки, разведывать, может быть, в Атлантике бы нашли газ, нефть, и тогда бы это все позволило стать Европе де-факто энергонезависимым от России. Но нет, никому в Европе это не интересно. Можно, вот, есть такой проект для США, газ бы пошел, например, в Канаду, затем в Зеландию, Исландию, на Форенске, оставав Британию, и уже из Британии в Европу, но опять, как было сказано, никого в Евросоюзе пока не колышет это. Все хотят дешевый русский газ, о своей безопасности не думают, ну, или не совсем думают до конца. Так, ну, не только одним газом единым, можно было, например, выделить финансовую помощь Украине, но не такую, чтобы просто тупо деньги выделить, чтобы потом порохоботы их всех все разворовали, нет, можно было, например, поставлять Украине солнечные батареи и другие средства, так называемой зеленой энергетики, их бы тоже, возможно, конечно бы, разворовали, но хоть у кого-то в Украине было бы тепло не от российского газа зимой, и это уже, конечно же, пошло на пользу Украине. И тут, конечно, не кстати ссора Меркель с Трампом, ну, теперь очевидно, что Европа в ближайшие лет 25, а может быть Т-50 не избавиться от российского газа, просто потому, что отношения с США натянуты, соответственно, газопровод из США никто разрабатывать не будет, а из России уже есть газопровод. Ну, подумаешь, режим Путина хочет уничтожить всю Европу и весь мир поработить, но пока что этого не произошло, мирные хорошие бургеры надеются получать дешевый газ из России и в то же время ругать эту самую Россию. Мы просто европейский писец. Именно поэтому ее Европу нагибает слева США, а сзади Россия. Все российские активы в Европе должны быть арестованы и переданы тем странам, которые пострадали в Европе от российской агрессии. Это Грузия и Украина. И в заключении данной темы строите уже 10-15 терминалов для приема хорошего жиженого природного газа из США. Если вы Европе это сделаете, то перестанете зависеть от кровавого мордора. Да, сначала, как всегда, бывают с новыми технологиями, что они сначала очень дорогие, очень дорогие, но потом лет через 10-20 они окупятся слегкой. Ну, судя по всему, Европа впала в зависимость от России, и так оно будет лет еще 10 как минимум. Так, среда, сенатор не исключил уголовного дела за слова Ефремова про Крымский мост. Член Комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цветков назвал его заявление, то есть заявление у нас Михаила Ефремова о том, что Крымский мост должен быть передан Украине в качестве военной контрибуции за агрессию Москвы на Донбассе в возмутительном и достойном уголовной ответственности для заслуженного артиста России. Вот так, вот она жесткая православная цензура в России всех артистов, музыкантов, режиссеров и актеров под суд в тюрьму в ГУЛАГ у нас не Министерство культуры, а у нас Министерство пропаганды по хлесткому выражению господина Мединского. Те, кто не хотят кричать, что они за Родину запучены, тех сразу же под кандалы, под аплодисменты зрителей спектакля, под арес с наручниками наперевес. Не нужны Родине такие профессионалы театрального искусства, как Михаил Ефремов, а нужны те, кто говорят, что русские писали воду Черного моря раньше, чем украинцы и те, кто соглашаются на роли ФСБшников, которые склонны винить во всех терактах, во всех грехах либеральную прессу. Стране нужны гопники, актеры, как Игорь Петренко, вот кто нужен, а не профессионалы. Те, кто могут стрелять из пулемета по военнослужащим соседней страны, как Михаил Пореченков, вот герои современной России, а остальных, ну что же, остальных под суд и в кандалы. Самое интересное это Звягинцев, который снимает такие правдивые фильмы про Россию, что кажется, это все антиутопия, а нет, это та самая правда матка про Россию. И даже он выступает, и даже его заставляют на федеральном канале Россия-1 в программе «Вечер» с Владимиром Соловьевым выступать за цензуру. Цензуру и говорить такие слова, как цензура на благо, цензура на благо кино и театров. Если возвращаться к Сергею Цветкову, к этому сенатору, к этому узурпатору, вот его еще слова. Крымский мост был построен на народные деньги и природные богатства, которые принадлежат народу. Конечно, на народные деньги, ведь других-то и нет для ядра для Совета Федерации, когда нужно сброситься на мост. Они с радостью выделяют наши деньги, поступающие к ним из налоговых сборов. А из его кармана? Нет, 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 что вы, что вы. Свои деньги сенаторы Цветковы предпочитают тратить за рубежом. И уж точно не на народные нужды, природные богатства так и вообще украли у народа. Забрали. Сейчас они у Сечина, у Миллио и у других эффективных менеджеров и олигархов подконтрольных кооперативу Озера или тех, кто этот самый кооператив создавал. Зато теперь и уже давно для российской власти Ефремов по сути предатели Родины. А с предателями Родины только так прямо на сцене и поступают кандалы и под конвоем вот чего ждет. Но и на суды. Ведь народу нужны мосты. Поэтому театралов всех на суды и в кандалы. Вот только сначала пенсию заберут, квартиру отнимут за долги или просто по реновации Москвы, а потом и до театралов добираются. Так, что меньше? Вот неспроста так говорят, что меньше народу, больше кислороду. Не думая и не знают, что под этим подозревается воздух будет чище и построены мосты, если все пенсионеры сдохнут в один день в нашей стране. Вот он настоящий Ефремов, настоящий заслуженный артист, а не пропагандист. Причем тут пенсионеры, но потому что понятно, что Ефремов не мол. Киеву не только мост и Крым надо отдать, но и Кубок мира по футболу, который сейчас в Москве находится недаром, сейчас не солежный, готовятся боевые отряды под видом футбольных болельщиков и они будут или уже приехали в Россию. Пока не затаились, затаились, но буча будет, будет грандиозная буча, я пока не на это надеюсь. Готовьтесь, готовьтесь, россияне, будет вам расплата за Крым и за Донбасс 14 июня по 17 июня в Волгограде, Саварии, Нижнем Новгороде, Казани, Екатеринбурге, в Москве, Питере, в Саранском приедут хохлы и устроят бузины. Они мы украинцы, кстати говоря, чтобы вы знали, я так сказал, хоть хохлы, но это все-таки оскорбительное для нас слово. Мы Сенцова освободим, Ефремова защитим, а вот Париченкова и Захара прилеплено в суд, в застенки СБУ. Недаром у каждого украинца и настоящего артиста России висит плакат, ВСУ штурмуют Москву. Да, сам видел, что называется за вашу и нашу свободу артистов и не только артистов. Так что готовьтесь, готовьтесь, скоро понахлынут украинцы и Польши и поляки и вам еще аукнется и за Сенцова и за других украинских граждан, которые Кремль осудил. Значит, Донбасс никто не оставит без поддержки. Прилепин прокомментировал ответ Путина. Наступление вооруженных сил Украины на республике Донбасса приведут к тяжелым последствиям для украинского государства в целом. Российская Федерация оказывает им всю возможную помощь киевская политика в отношении Донбасса, включая усугубление ситуации на линии разграничения войск с целью возможной провокации во время чемпионата мира по футболу в России говорит о том, что действующее украинское руководство не в состоянии решить проблему Донбасса. Если обостряться ситуация на Донбассе во время чемпионата мира это будет хуже для самой Украины. Украины сказал Путин отвечая на вопрос Захара Прилепина. Что тут можно сказать? Ну во-первых все украины знают какую помощь Россия оказывает Донбассу в виде танков артиллерийских систем и прочего вооружения. с прикомандированными в ЛДНР офицерами Министерства обороны Российской Федерации именно поэтому как сказал Вячеслав Николаевич Корту который который провозглашает в России идеи и замыслы Петра Алексеевича Порошенко президента Украины он сказал что осознавает что политика по отношению Киева к Луганску и Донецку не идеально тем не менее каждый украинец готов отстаивать свою территориальную целостность своей родной любимой страны с оружием в руках от российского триколора и русского мира у всех перед глазами всплывает август 2008 года как и февраль 2014 года в одном случае олимпиада и война в Грузии в другом случае олимпиада революция в Украине и война на Донбассе и аннексия еще Крыма однако это не одно и то же российская власть уверена что после сценария 08-08 и крымских зеленых человечков а также ряда котлов для украинской армии на Донбассе Запад скушает и де-факто нападение на Россию на страну с атомной промышленностью но тут имеется ввиду что боевые действия могут выйти за пределы Донбасса в случае какого-то обострения конфликта на территории ЛДНР во время чемпионата мира по футболу в России ага хрен вам Запад это не скушает расисты Запад я уверен излег уроки из войны 08-08 и прочих последующих событий он не будет как раньше в случае официального введения российских воинских частей в Украину молчать и бездействовать так уже в Эстонию переброшены войска НАТО состоящие из 53 бригад или как раньше говорилось дивизий и в случае введения широкомасштабных боевых действий со стороны России во время проведения чемпионата мира они НАТОвцы из 53 бригад состоящих будьте уверены переведут польско-украинскую границу но не с целью расчленения украинского государства а с целью защиты его таким образом Кремль думает что прокатит вариант 0808 получит третью мировую войну с превосходящими силами противника и мало точно никому не покажется не в России не в Украине Путин на прямой линии фактически напрямую начал запугивать Украину и вооруженные силы Украины вообще он он сказал что только посмейте допустить какую-нибудь провокацию будет для вас конец вашей государственности ага хрен вам расшисты вообще конечно это сугубо постановочный вопрос прилеплен к Путину на прямой линии чтобы дать высказаться президенту на ту тему на которую он хочет высказаться наш президент думает ой как хорошо сейчас во время чемпионата мира ВСУ пойдут в наступление и мы их замочим а заодно и всю Украину ну он на Путин надеется на то что как после Олимпиады в Сочи Россия впадет в такой ура патриотический угар и можно уже без относительно плохих последствий для режима захапать ну то есть провести план Новороссия в действие в полном объеме а это не только Луганский Донецк захватить это еще и Харьков и безусловно Одессу ну и полукраина собственно говоря в придачу там Днепропетровск Черновицкая область безусловно вот вот замысел Кремля вот что он хочет воплотить либо во время Чемпионата мира либо после него я вот когда например ну кстати говоря тут что интересно я напоминаю что когда ввели войска в Афганистан но даже если даже если Россия удастся претворить свой план в действие захватить всю Украину даже Закарпатскую там Закарпатские области то я вам напоминаю как события развивались в Афганистане в 80-м годах когда СССР контролировал ну почти весь Афган но тем не менее из Пакиста ЦРУ в Пакистане организовала лагери для маджахедов для подстанцев ну и потом их перебрасывала в Афган вот так же может получиться и с Украины когда Путин ведет войска на всю территорию Украины в ходе как он объявит провокации в СССР на Донбассе то потом в Польше могут готовить партизанов которые будут перебрашены на территорию Украины а почему Кремль не пойдет в Польшу а потому что Польша в отличие от Украины страна надо и Кремль точно не нападет на Польшу а вот на Украину может ну собственно говоря уже напал собственно говоря да Донбасс есть Донбасс что касается Захара Прилепина это самый настоящий пример пиар войны и пиар войск когда писатель чтобы почесать свое писательское либидо на славу едет на войну устраивать террор в соседнем государстве и создает на оккупированной территории соседнего государства свое войско не больше не меньше чего-то я Прилепина кстати говоря не видел когда шли самые жестокие боевые действия на Донбассе с лета 2014 года по весну 2015 в ЛДНР советник он вители головы республики кровь и насилие как всегда вот что предлагает Путин соседям да и даже если и Россия захватит всю Украину то партизанскую войну о которой я уже говорил против агрессора никто не отменял да Польша будет Пакистаном таким для России как как для СССР как для СССР был этот самый Пакистан во время Афганской войны но я уже об этом говорил так в Кремле не понимают что какая бы плохая в Киеве не была власть то все украинцы будут ее защищать в случае широкомасштабных боевых действий лишь бы только над Москвой поднялось желто-блокитные цвета Прилепин прокомментировал ответ Путина на свой вопрос что у него сложилось впечатление что Москва не оставит Донбасс без поддержки и еще как отставить достаточно войскам НАТО перейти польско-украинскую границу ждем и верим в это граждане свободной и незалежной страны а не этой угоб а не этой угобой и тоталитарной русни ну а Захару Прилепину я ничего не буду желать потому что пиар есть пиар собственно говоря это его выбор прямая линия с Путиным появилась реакция ну продолжаем обсуждать прямую линию с Путиным в пятницу появилась реакция западных СМИ американское издание бизнес инсайдер восприняло слова Путина не как призыв к мировой сотрудничеству а как к угрозе но я уже говорил что в этом году Путин фактически угрожал Украине и ее власти авторы издания пишут что у Путина полно решимости и воли начать третью мировую войну таким образом и это очевидно он хочет реабилитироваться за провал КГБ в ГДР когда ГДР как считают у нас была поглощена ФРГ а КГБ и ГСВГ то есть группа советских войск Германии были выкинуты из единой Германии которая объединилась не без помощи естественно Горбачева и Ельцина и все это Путин готов воплотить в жизнь готов убивать всех и каждого лишь бы возродить Советский Союз в том или ином виде единственное что его что его сдерживает от этого это бравые парни из Техаса в Прибалтике и Польше и тот что какой бы всемогущий и кровавый диктатор он не был его можно его может постигнуть судьба Гитлера когда его никто не сверх не убил но тем не менее силы добра СССР США из Британии ворвались в его город в его страну а представьте что например войска США и НАТО вошли бы в Москву ну как собственно говоря Наполеон в 812 году то есть для Наполеона это плохо закончилось но для американцев может быть это закончится и неплохо это по примеру все таки Путина останавливает британские издания Телеграф обратил внимание на выступление тренера по футболу Валерия Газаева который в прямом эфире упомянул всех православных святых и пожелал президенту здоровья ну он уже никакой не тренер а депутат государственной дуры России и он не стал ничего задавать нашему президенту вопрос про футбол чтобы не ставить кровавого диктатора в заведомо невыгодные ну и ситуацию я обращаю ваше внимание то сейчас действует формула НТВ ода царю от чинуш если какое-то там ЧП произошло так к примеру во время трагедии в Кемерово в программе вечер с Владимиром Соловьевым на России один показали депутата Мизулину которая начала кричать о том что это самый Путин самый великий лидер страны за всю историю я восхищаюсь Путина и т.д. то есть когда в стране власть понимает что она реально виновата и допустила произвол то на ТВ появляются депутаты государственной дуры которые восхваляют нашего царя чтобы создалось впечатление что Путин все равно прав даже когда не прав или не досмотрел за своими подчиненными однако в случае с Валерием Газаевым нам нет пока еще ЧП но по мне оно все равно произойдет потому что во первых чемпионат мира это во мне олимпиада которая проводится на отдельной огражденной от всех от граждан территории а в 11 городах и понятно что за всеми не глядишь я уверен что люди иностранцы которые этим летом посетят Россию а их десятки десятки тысяч будут не дураки и не идиоты они захотят посмотреть в наших городах организаторах чемпионата мира не только то что им хотят показать экскурсоводы а те места которые ну скрытны от туристических маршрутов я знаю такие любители но их просто их ну потому что понятно что когда ты заказываешь какую-нибудь экскурсию по городу вот тебе показывают вот там все самое лучшее по лучшей дороге тебя ведут в лучшем автобусе в сопровождении ДПС и создается впечатление что ну да в этом городе такие-то музеи такие-то выставки такие-то достижения но это еще не все что в этом городе творится а если ты хочешь узнать все что в этом городе творится ты не идешь на официальную экскурсию ты идешь на неофициальную экскурсию ну или ездишь ну и так может получиться что иностранцы увидят как на самом деле реально живут россияне и на весь мир ну кстати говоря даже если все будет хорошо и с безопасностью все будет хорошо свезут ментов да уже свезли и ГБшников туда в города эти самые со всей страны то в других-то городах что сейчас происходит правильно анархия и за криминалом просто некому будет следить ну и конечно же спортивный результат а точнее его отсутствие пока еще весьма пока еще вероятное но не надо думать что Саудовская Аравия это проходной соперник там игроки пусть не из Реала и Барселоны но тем не менее из испанской Ла Лиги ну то есть высшей лиги испанского футбола а российских футболистов там нет со времен Карпина игрока Египет тут все зависит от одного игрока если Салак будет играть то смерть России на турнире обеспечена если не будет играть то шаг на победу есть ну а Урагвай тут все ясно я думаю как минимум 2-0 не в нашу пользу и таким образом сборная России может стать худшей сборной за всю 100-летнюю историю Кубка Мира среди сборных хозяек чемпионата мира по футболу она даже будет хуже ЮАР ведь ЮАР на чемпионате мира 2010 года набрало на домашнем первенстве 4 очка в группе а наши от силы могут набрать 2 очка имеется ввиду ничья с Аудовской Аравией и ничья с Египтом хотя ничья с Египтом весьма под сомнением так что только святые действительно могут помочь нашим футболистам если они все-таки провалятся результат будет хуже чем ЮАР согласитесь это будет тот еще имиджевый удар по всему российскому спорту ведь все во всем мире поймут что Россия может выиграть только с допингом и только среди слабых стран а еще многие иностранцы увидят если захотят как живутся как реально люди живут в России это будет вообще конечно за гранью издание Индепендент отметило что в этом году убрали зрителей из студии их заменили для общения их заменили губернаторами и министрами это признак феодализма России да это так но я еще обратил внимание на то что губернаторы даже не покраснели когда граждане рассказывали царю о своих проблемах и у нас оказывается теперь блогеры важнее чем остальные люди России естественно про кремлевские блогеры вопрос бьюти блогерши так и вообще вопрос бьюти блогерши так и вообще за гранью дозволенного она хочет своим блогом зарабатывать на пенсию не думая и не зная что под видом легализации доходов от ее блога то есть оплачиванием налога то есть ведением налога от дохода блогеров которые по идее должны пойти на пенсию этих же блогеров не думаю и не знаю что это если такой налог будет введен это будет цензура для тех кто как я как мой проект не является в первую очередь экономическим а является сугубо политическим это раз ну и во вторых даже эти деньги тупо разворует я еще бы понял если бы были на прямой линии политические блогеры такие как я которые могут сдавать острые и неудобные вопросы российской власти и но нет но нет в основном там были представлены на прямой линии бьюти блогеры и развлекательный сегмент ютуба вот кто был представлен в этом году на прямой линии немецкая газета Дия Зейд считает что вопросы были постановочными мне кажется что не совсем так да они были отобраны но кроме Захара Прилипина не думают что это была постановка а вот то что ведущих одели в платье цвета украинского флага вот это была реальная постанова но так и осталось загадкой а что это означает внутренние разборки несогласия руководителей ВГТРК и Первого канала тех кто отвечает за прямую линию с позиции Кремля по поводу Украины или же наоборот согласие и поддержка по этому вопросу ну и самое досадное на прямой линии это повторяющиеся вопросы про дорогущие цены на бензин недостроенные или закрытые больницы и школы про наводнение их последствия про чиновников которые себе хлопают хапают самую выгодную землю а потом хлопают себе в ладоши безысходность вот ключевое слово этой прямой линии 2018 года и недаром был задан вопрос эй Волочка а не устал ли ты от президентства я думаю что Волочка от президентства не устал он собственно говоря об этом ответил а вот граждане от его президентства уже устали и хотят видеть новых людей которые поведут в светлое будущее Россию но вот только одно они их не увидят они увидят старых коррупционеров которые будут грабить народ на протяжении еще как минимум шести лет а может быть даже и лет двадцати еще прошло тысячу лет а Русь не изменилась и царь есть у нас Путин и традиция челобитная царю то есть жалование на боя Россия окончательно скатилась в помойку причем не с переработкой и сортировкой мусора как в Европе а в советскую помойку брошенную на свалку истории да так оно к сожалению и есть спасибо за внимание до встречи увидимся уже когда будет футбол пока 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 Продолжение следует...